Есть такое высказывание Эпиктита, по-моему, что если человек делает то, что если человек находится в беспокойстве, он беспокоится просто в жизни. Это значит, он направляет усилия туда, где нет у него полномочий, где он ничего не изменит. А если человек направляет усилия туда, где он может что-то поменять, он успокаивается. Видите, интересная речь, да? То есть если мы в беспокойстве, значит, мы никем заняты просто, никуда силами направляемся. Итак, первый постулат, важно который знать, восточное знание считает, что психическое тело, тонкое тело называют, психическое тело или тонкое тело, наша психика управляет грубым телом или нашим организмом. Некоторые врачи считают, что с помощью таблеток, то есть грубых химических веществ, можно влиять на психику. А вот в физическое знание говорит, что наоборот, тонкая структура психическая влияет на грубое. Не розетка влияет на ток, а ток влияет на розетку. Понимаете, не то, что из розетки идет ток, а из тока вытекает то, что что-то можно вставлять в розетку. Если бы там не было тока, то вставлять бессмысленно. Ток это тонкая энергия, да? Мы ее не видим. Она бьется просто, да? Мы не видим, что наступнуло. А розетка это грубая вещь. Так? Вот что-то грубое туда вставляем, и тонкая энергия там пошла двигаться. Вот точно так же психика человека вставлена в грубое тело. Она дает возможность активно быть человеком. Это психические функции дают возможность. Вот, допустим, речь – это действие голосовых связок. Но Шаляпин учил не этому. Он когда говорил о речи, о голосе, он ставил голос людям. Он говорил о вере. Говорит, что если ты не любишь и не веришь в то, что ты делаешь, твой голос не будет красивым. Если у тебя нет любви к этому, не будет красивым голосом. Если нет веры в это, тоже не будет красивым голосом. Видите, красота голоса, оказывается, зависит не от просто вибраций голосовых связок. Она зависит от деятельности, которая имеет тонкую природу. Вот, допустим, если я не верю в то, что я говорю, мой голос не будет звучать правильно. И он не будет правильно воздействовать вам на вашу психику. Видите, мы говорим сейчас о тонких вещах. Некоторые думают, что надо просто сказать, я тебя люблю близкому человеку. И это слово, фраза, даст свой результат. Но веды считают, что надо полюбить сначала человека. Это деятельность на тонком плане. То есть надо совершать молитву, чтобы ты ему все простил. Как бы просил прощения, прощал. А потом уже можно даже и не говорить. Потому что он сам это почувствует, что ты по-другому к нему настроен. Видите, то есть самим словам или проявлением внешним ведическое древнее знание придает первостепенное значение. А внутренним вещам первостепенное значение. Мы побеждаем, да? Все, тонкая энергия пошла. Так веды объясняют, что у человека есть психическое тело, тонкое тело. В этом теле находятся психические каналы, которые как минимум отвечают за здоровье человека. И сейчас, так как я не теоретик в этой области, а практик, мы сейчас проведем эксперимент. Кто из вас пришел первый раз на мулетцию? Поднимите. А теперь оставьте поднятым руку, кто меня не знает, первый раз видеть вообще. Вы, да, мужчина? Мужчины обычно скептики. То есть мы сейчас с вами будем проводить эксперимент. Хорошо? И так. Как скажете, да. Хорошо. Я сейчас, знаете, чем буду заниматься? Я сейчас поделюсь, где работают в том, какие у вас находятся. И это мне поможет понять, примерно, какие хронические заболевания у вас могут развиться или уже развились. Идет? Тогда вы ручку опустите вниз. Вот так, да. Сейчас я немножко утружусь. Видите, я ничего внешнего не делаю. Я утружусь в своем уме. То есть ум является прибором, он диагнозирует человека. Итак, первое, что я нашел. Я нашел, что канал связанный с регуляцией кожи, ну, то есть внешней, вот, если внешней, то есть вот эта вот кожа. Дальше. Этот канал также связан с памятью, он связан с возможностью засыпать и связан с напряжением и расслаблением в уме. Этот канал, он у вас с рождения страдает. С рождения. Но если говорить о его забитости, то он забит ниже вот этого уровня где-то и до живота. То есть это означает, что у вас может быть аллергия, какие-то проблемы с кожей могут быть, может быть нарушение сна. Что, да? Сон. А? Сон страдает. Кожа не страдает. Но она бывает раздражительность на коже от чего-то там, или, допустим, от солнца вы чувствуете, что перегревает вас. Ничего такого не чувствую. Вот. То есть вот это первый ряд хронических заболеваний. Все, что я сказал, к этому вы имеете также предрасположенность. То есть если канал будет увеличиваться, битость его будет увеличиваться, то это также может дать аллергию, может дать кожный заболевание. Поехали дальше. Также напряжение умеет. То есть это тоже может быть. Там трудности, когда изучаешь, что-то ум напряжено. Нет такого. Хорошо. Дальше движемся. Семь таких слоев всего. Я сейчас только один начал проходить и уже нашел проблему. Всего четыре хронических таких канавров. У каждого человека забиты всего четыре. Я только один начал. Спасибо. Спасибо. Значит, дальше два канала связаны с мышечной системой. Тоже с рождения страдают. И эти каналы, они два лепестка. Один из них отвечает за мышцы кости, за мышцы и суставы в организме. И он действует снаружи. Это наружный лепесток. Другой отвечает за позвоночник, за зрение. Вот это вы в очках же, да? В очках. Это связано с мышцами глаз. То есть вот эта вот запитость внутреннего канала указывает на то, что зрение, трудности с мышцами глаз с рождения. То есть это то, что как бы всегда у человека беспокоит. Также этот канал дает нарушение позвоночника. Трудности с позвоночниками, страдает позвоночник. Также этот канал может давать, если он прогрессирует, простатит. Ну то есть заболевание, я говорю то, что может быть. И наружный вот этот канал обычно дает проблемы с суставами. Видите, уже нашли мы три поражения хрометических в вашем организме. Осталось четвертого нет. Не надо четвертого нет. Я вам просто говорю то, что может быть. И то, что обязательно это у вас будет. Давайте двигаемся вперед. Это вам поможет в жизни предотвращать. А туда надо прилагать усилия для того, чтобы быть здоровым. Вот эти все структуры. Ничего, что я это делаю. Итак, четвертое поражение связано также с позвоночником. То есть на пятом вот этом вот слое находится регуляция костной системы. Не мышечная, а костная. И это тоже связано с позвоночником. Точно так же примерно, как у меня. У меня тоже на третьем вот слое поражения связано с позвоночником. И на пятом, как у вас. И этот пятый канал, вот этот, связанный с костной системой, он также отвечает за зубы. За зубы. Поэтому у меня зубы такие как бы сложности. Можно видеть по щеке. Ну то есть вот эта вот склонность к заболеванию зубов. Может быть катаракта в старости. Склонность к заболеванию позвоночника у вас два раза. Две склонности к заболеванию позвоночника. Поэтому нужно заниматься статическими упражнениями. Хатха-йога. То есть нужно делать упражнения, которые прочищают эти каналы. То есть нагнуться и не двигаться. Или лечь ноги вот так вот затрать и не двигаться. Минут по пять. День, несколько таких упражнений. Если вы будете делать, у вас позвоночник будет здоровья. Тяпы 30 минут. Вот. Больше я никого тестировать не буду, потому что всем захотелось. Но сейчас я буду говорить о том, что... Ну видите, я вам доказал. Человек первый раз пришел. Он меня не знает. Я ему объяснил, что в его организме проблемно. И он не может с этим спорить, потому что это правда. Видите, то есть знание о тонком теле дает возможность помочь человеку. Потому что это знание определяет уже причину, тонкую причину заболевания. Она идет с рождением человека. И причем эта причина никогда не меняется. Вот как рождается маленький ребенок, у него эти каналы могут быть еще и не забиты. Он здоров. Но они будут забиваться, потому что в них есть уже вот эта склонность к заболеванию. То есть четыре канала тонких у человека склонны к заболеванию. То есть четыре вида хронических заболеваний может развиваться, если человек не ведет здоровый образ жизни. То есть это не означает, как некоторые считают, пессимисты, скептики, что у тебя обязательно позвоночник вылетит в трубу. Вот. Ты ослепнешь там, у тебя катарака и так далее. Это означает, что эти люди просто не понимают, как действует судьба. Судьба действует таким образом, что если ты вкладываешь силы туда, где тонко, где может порваться, это значит, что ты судьбу правильно побеждаешь. То есть надо и не обязательно знать вот эти все каналы. Просто каждый человек знает свои хронические заболевания. Каждый человек знает, где у него тонко, где может порваться. Рад вас видеть. Вот. И если это так, тогда нужно найти способ поддержания, ежедневного поддержания здоровья именно в этом направлении. И тогда человек будет жить здоровым, несмотря на то, что там тонко. Понимаете? Особенно после 40 лет, после 50. В особенности каждый день человек должен уделять здоровье. Это может быть пост, может быть зарядки, может быть закаривание. И так далее. Есть разные виды деятельности, очищающие тонкое тело. И так у нас есть тонкое тело психическое. Это тонкое тело отвечает за работу организма. А точнее я вам сейчас, как это древние люди говорят, то есть есть трактаты древние, которые объясняют, как это все выглядит. Мы сейчас очень быстро в этом разберемся. Я вам сейчас дам небольшую схемку. Вот смотрите, если тонкое тело, или его называют еще манос, по-другому называют тонкое тело ума. То есть это энергия ума. Мы с помощью этой энергии ума также думаем, там настроение находится у нас. И эта энергия ума, она оказывается гораздо шире, чем просто мысли. Энергия ума, она регулирует весь организм. В нем текут тонкие каналы, находятся в этом тонком теле ума. В целом тонкое тело называется линга-шарира. То есть оно включает в себя разные психические функции, но островом всего тонкого тела является манос, или тонкое тело ума. И согласно Пантанжаре, древнему мудрецу, если взять и с ум сравнить с озером, то мы говорим сейчас в разрезе, как в разной степени глубины ума, в разной степени глубины ума разбираем с вами, то озеро в разрезе имеет поверхность, да, то есть волны. Волны озера ума – это мысли. Если взять тонкое тело, допустим, оно копирует грубой тень, то на поверхности тонкого тела, на поверхности находится энергия мысли. И мы думаем вот здесь, с левой стороны, вот здесь в голове, с левой стороны, мы думаем. Эти каналы, связанные с мыслями, они поверхностные также. Вот у мужчины, у него как раз напряжение в этих каналах. Они дают кожной болезни, потому что тоже с поверхностью тело связано. Видите, то есть поверхность ума доступна для нашего понимания, то есть мы способны понять, что происходит в наших мыслях. Если говорить о том, что там под волнами, то есть мысли с левой стороны, воля человека с правой стороны находятся. И интересно знать, что у мужчин и у женщин это по-разному работает. У женщин мысли и эмоции, которые стоят за мыслями, глубже мыслей, находятся эмоции. Эмоции рождают мысли. У женщин в шесть раз сильнее, чем у мужчин эмоции и мысли. Поэтому женщина влияет на этот мир с помощью впечатлений. То есть она, когда что-то произошло, она... И вся семья, и муж, и дети, и жучка даже, все тоже так же вздрогнут. Это означает сила женщины, женской природы. То есть женщина обладает такой силой, что она своими эмоциями контролирует всех родственников. Но у мужчин тоже есть своя сила, и эта сила идет уже от воли. Воли. Допустим, если смотреть мужа и жену, то муж эмоционально похож на жену. Мужина копирует эмоции женщины в семье. А женщина копирует волю мужа. Если посмотреть муж такой, жена тоже так, вот чуть-чуть. Ну, то есть она копирует, она подчинена как бы этой силе, этой энергии. Это не значит, что женщина, она подчинена мужу. У нее, она контролирует с помощью мыслей и эмоций мужа. А мужчина контролирует жену с помощью воли и желания. Желание это глубже, чем воле стоит. Желание рождает волю. Допустим, женщины часто, они хотят чего-то, но сделать не могут, потому что воля слабая. Так? А мужчины, как бы, если захотел, то все, его уже не остановишь. Ну, например, разное поведение. Мальчик, когда он чего-то захотел, он бежит сам туда, пытается сделать. А девочка что делает, она говорит, мама, я этого хочу. И начинает плакать. Она влияет с помощью эмоций. Надо выключить себе мобильный телефон. Хорошо? Иначе у нас сейчас веселая лекция будет. Представьте, у нас 600 человек, у каждого, каждую минуту будет что-то звонить. Давайте, выключайте, я жду. Я могу определить, кто из вас смотрит на меня и в наглое не хочет выключать. Вот здесь находятся мыслик с левой стороны. Выключайте. Видите, знание тонкого тела, оно обязывает. Сразу после моих слов, очень многие начали выключать. Я тогда не сказал. Ну, ладно. Итак, мы говорим об озере, срезе озера ума. Мы сказали о самой поверхности. Это сознание. То, что осознанно для нас. Есть еще подсознание. Есть то, что неосознанно. Итак, берем толщу ума, толщу воды, озеро ума, делим на три части. Верхняя, средняя, нижняя. Верхняя часть озера ума, это то, что связано с нашим настроением. Там находится ощущение себя. Вот верхняя часть озера ума, там есть я. Я себя чувствую. Мне хорошее настроение, плохое настроение. То, что связано со мной. То, что влияет на меня. То, что оказывает влияние на ощущение меня как личности. Депрессия находится вот там. Я в депрессии. Это вот верхняя часть. Понятно, да? Теперь, средняя часть связана со здоровьем. Мы приближаемся к одну. Да, средняя часть озера ума связана со здоровьем. Там регуляция здоровья находится. И то, что я вам рассказал, вот эти каналы все, они вот находятся в этой средней части озера ума. Это уже подсознание. То, что я сейчас сказал, недоступно для восприятия человека, который не тренируется, не занимается этим процессом. Но есть еще самая глубокая часть озера ума. Это самая глубокая часть воды. Это глубочайшее подсознание, которое... Ну, если говорить о здоровье, регуляции здоровья, то мы это чувствуем. Это до нас доходит. Например, человек не может от себя скрыть, что у него запор. Это вытекает, из этого вытекает, что нарушена регуляция кишечника. На тонком плане. То есть, любое нарушение регуляции здоровья до нас доходит. Так? Через нарушение, которое происходит в теле. То есть, до этого до нас когда-нибудь доходит. Сначала возникает запор, а потом это до нас доходит. А не наоборот. Я уже сколько могу, и в туалет не ходить. Это значит запор. Печень сначала болит, начинает страдать, а потом мы обнаружим, что она больная. Это доходит через некоторое время. Но, то, что находится ниже, вот эта самая нижняя часть озера Ума, это тоже до нас дойдет. Но дойдет иначе. Не так, как нам бы хотелось. Потому что вот эта нижняя часть психики человека влияет не на меня. Она влияет на тех, кто меня окружает. Она влияет на людей. На близких и далеких. Она влияет на тех, кто берет за меня ответственность. Вот, допустим, у меня есть директор завода. Все подчиненные директора завода в этой нижней части озера Ума связаны с директором завода. Ниточки идут, связи такие. Потому что он должен мне платить зарплату. Это значит, связанность с моей судьбой. Сразу же ниточка к нему прикрепляется. И когда у меня плохая карма, там начинаются проблемы в этой части озера Ума, то в этом случае директор, думая обо мне, будет сильно напрягаться. И он будет искать причину, почему я не люблю этого человека. И причина обязательно находится, если ищется. Вы же знаете об этом, да? Да всегда так бывает. Вы заметили, наверное, близкий человек сначала входит в плохое настроение, а потом находит причину, в чем ты виноват. Всегда же так бывает, а не как-то по-другому. Согласны? Вот у меня, допустим, болит зуб, и Игорь, мой помощник-врач, он постарается подальше от меня держаться в это время, что он знает, что он может быть очень быстро в чем-то виноват. Потому что у меня болит зубы, у меня плохое настроение. В чем заключается проблема? Проблема заключается в том, что боль, приходящая от людей, которые нас окружают, вызывает разрушение возможности нормально работать другой психической структуры, которая называется разум. Эта психическая структура, она контролирует ум и дает возможность победить то, что в нем происходит. Вот это накопление плохой энергии в тонком теле убирается с помощью разума, с помощью силы, которая находится в разуме. Но боль от событий. Разум приводит в хаотическое состояние. И в результате человек считает, что те люди, которые причинили ему боль, являются причиной его проблемы. Но веды говорят, что причиной проблемы человека является его собственная судьба всегда. Никогда человек, который рядом со мной находится, или директор завода, или страна, в которой я живу, не является причиной моей проблемы. Проблема всегда сначала исходит из глубины судьбы, влияет туда, а потом уже от нее приходит обратный ответ. От судьбы. И в чем заключается знание? Знание заключается в том, что если со мной что-то плохое происходит, это всегда моя проблема. Кто такой глупец? Глупец это человек, который считает, что проблема не у меня, а у него. Вот это глупец. Потому что есть три типа людей. Одни люди никогда не победят судьбу. Те люди, которые считают, что у меня нет проблем, а у него, который меня мучает, есть проблемы. Допустим, у меня муж пьяница, там жена гуляет. Она меня постоянно мучает, ругает. И это она виновата в моих проблемах. Это муж виноват. Он пьяница, поэтому он виноват в моих проблемах. И поэтому я несчастный, моя жизнь несчастная. Вот когда человек так думает, он никогда не сможет победить судьбу. Он всегда будет страдать. Второй тип людей. Это люди, которые, в принципе, предполагают, что виноват я сам. Они знают, что закон кармы, изучают это. Они знают, что я сам виноват. Но когда наступает проблема, они об этом забывают. И ведут себя, как будто они об этом не знают. То есть они ругаются с теми, кто их мучает, пытаются доказать свое и так далее. Но потом, когда все прошло, они вдруг обнаруживают, что они вели себя неправильно и раскаиваются. Эти люди, они не дают запускать свою судьбу, но также ее не могут и улучшить. Они как где-то посерединке находятся. Первый умный был детина, средний был и так, и сяк, третий вовсе был дурак. Вот. И кто такой умный детина? Умный это тот, кто когда видит, что влияние судьбы идет, и хочется наказать близкого человека или кого-то еще думать плохо, он садится, начинает молитву и побеждает это чувство в своем сердце сначала. А потом дальше идет определенные следующие этапы победы. Вот как вы думаете, если карма сильно действует? Можно очень быстро изменить поведение своего близкого человека? Ну, чтобы он бросил пить за пять секунд. Или чтобы он не бил, не гулял, не пил, не бил, не гулял, зарплату приносил. Чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил, ключи маму называл, был спиртной муран на душу, и в беседе был нескушен. Быстро, нет? Иногда быстро, а иногда нет. Если быстро, то об этом даже неинтересно думать. Это, наверное, да. Не имеет значения. Посмотрите, интересно знать, что карма просто дружбы, мы дружим там, она имеет легкую природу. Сегодня один друг, завтра другой. Карма работы, деятельности человека, средней тяжести, а карма близких отношений самая тяжелая. Это означает, что исправлять друзей легко, что-то менять ситуацию со своей деятельностью, с работой намного тяжелее, на целый уровень, на порядок тяжелее, и менять ситуацию с личной жизнью практически невозможно, очень тяжело. Это годы работы над собой, всегда годы. То есть что-то поменять личной жизни, это годы работы над собой, но это тоже возможно. Видите, есть разная степень силы кармы, влияния на судьбу. Больше всего человек отрабатывает свою судьбу с помощью личной жизни. Если, допустим, взять людей, которые занимаются работой над собой. Смотрите, интересно. Человек приходит в группу, где он собирается, там, допустим, в клуб благости, он приходит, сейчас в клуб благости остается, обсуждает лекции доктора Краснова. И там в клубе благости улыбаются друг к другу, прощают, просят прощения. Потом те же самые люди, которые ходят в клуб благости, приходят на работу, уже не так сильно улыбаются. Там уже они обижаются, огорчаются, им не хочется работать, хочется всех поубивать, чуть-чуть. Но когда они приходят домой из клуба благости, там варежка открывается конкретно уже. Клуб благости, до свидания. Вот такой. Но не обязательно все так. Конечно, некоторые, которые способны поменять свои личные отношения, способны поменять работу, отношения к работе, с друзьями, все это они могут делать. Это уже почти святые люди. Святой человек это не тот, который не имеет грехов. Это тоже святость, но очень высокого уровня. На самом деле тот человек, который просто способен не реагировать или побеждать то, что происходит в своей жизни с помощью молитвы, он уже очень сильно продвинулся по пути работы над собой. Сама идея, что я просто могу простить близкого человека в личной жизни, это уже очень высокий уровень. Некоторые говорят, а я не могу прощать. Скорее всего, не судьба моя виновата, а просто скотина мне досталась. Это означает очень тяжелое, как бы, возможности мало очень внутренней, побеждать судьбу в личной жизни. Некоторые люди думают, ну, раз у меня возможности маленькие, вот с этим человеком побеждать, мне надо поменять его, и тогда будет легче. Но мы же говорили о том, что эта сила идет изнутри. Причем интересным образом она действует, эта сила. Очень интересно. Вот смотрите, что такое влюбленность? Влюбленность, это и как раз вот эта гармония двух карм. Женская карма знак минус, мужская карма знак плюс. Это не означает, что там лучшее, что там хуже, просто разные знаки. Поэтому, если женщина влюбилась, ей нравится, а он мне нравится, 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 и вот что я хочу сказать тебе, этот ответ, парам-пам-пам, хорошо. Садитесь, пожалуйста. Я очень рада меня видеть. Но сегодня тяжелая тема. И неизвестно, в буйке рада меня видеть в конце версии. Что я буду серьезно вещи обсуждать. Итак, на чем мы остановились? А, парам-пам-пам. В общем, нравится, да? Он мне нравится. Но это значит только одно, что карма очень сильно включилась. Чем сильнее вот эта влюбленность, тем сильнее включается карма в жизни. И это значит, что будет то же самое. Обычно сначала люди чувствуют наслаждение в отношениях, потом отношения становятся тяжелее, потом отношения становятся невыносимыми. И если они начинают делать вот это предварительное действие, о котором я в начале лекции говорил, вот эта молитва, работа над собой, тогда они могут сохранить семью и победить свою карму. А потом, если они разводятся, повторяется все снова. Сначала влюбляемся, сначала влюбляемся, испытываем счастье, потом дальше напряжение в жизни, потом трудности, и потом расстаемся. И этот период сокращается. Потому что по судьбе каждый новый человек, он будет хуже, чем предыдущий. Почему? Потому что близкого человека мы вкладываем очень много благочестия, свои внутренние силы. И поэтому этот человек сначала самый первый, самый лучший. Потом похуже, потом еще похуже. И значит с ним жить уже поменьше, 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 поменьше. Хотя влюбленность может нарастать. Чем тяжелее карма, тем влюбленность может быть сильнее. Человек может так втрюхаться. Ну, не Валерий Инатьевич не прав. У нас все гораздо лучше, чем в прошлый раз был. Но это только начало лета. Это только начало лета. Это только начало лета и нашей любви. Поэтому в древней культуре интересные вещи делали, которые нам и не снились. Что такое разум? Разум – это сила, которая основывается не на чувственной деятельности, не на чувстве, а на знаниях. В чем заключается знание? Если человек из хорошей семьи, из порядочной, значит, скорее всего, он порядочный. Если у человека астрологически хорошая совместимость с другим человеком, значит, скорее всего, он будет, отношение будет более-менее нормальным. Совместимость не на первом месте стоит. На первом месте стоит благочестие человека и его нацеленность. Если у человека, допустим, есть вера в Бога, это значит, что он достаточно высокого разума, потому что развитие разума определяется способностью человека понимать, что есть высшие силы. Мы об этом чуть позже будем говорить. Итак, смотрите, кто решает эти вещи? Решает старшим. Сейчас не всегда родителей можно назвать старшим. Но, допустим, если у человека есть старшим, у девушки, допустим, есть старшим, не тот, который глазки строит, он как отец старшим. Она верит в Богу, он ей есть наставник. Наставник говорит, за этого человека не надо выходить замуж у тебя. Она говорит, ну я его люблю. Вчера ехал в Челябинске в машине, там шамсон играл, там песенка про любовь была, что-то типа раз, два, три, четыре, пять, я тебя люблю и хочу пнуть опять. Что-то такое. Наверное, у нас любовь, что-то такая песенка. Наверное, это у нас любовь. И в древней культуре старшие находили, сначала находили хорошего человека, а потом спрашивали, как тебе он, Нет антагонизма? Ну, нормально. Не то, что я сильно люблю, нормально, хороший человек. Все, вам надо жениться. Карма говорит, а че это я буду жениться? Я же его не люблю. Но знание, говорит, если старший говорит, подумай, пообщайся с этим человеком. Может быть, есть смысл. И смотрите, отношения в благости всегда, как определить, что брак будет устойчивым, они развиваются таким образом. люди просто видят, что они одинаковых взглядов. Им интересно общаться друг с другом. И постепенно они начинают друг другу доверять, но у них нет сильного притяжения, который срубает мозги. Это значит, что отношения будут постепенно развиваться, и сначала будут трудности в отношениях, а потом очень стабильная, счастливая жизнь. Когда неблагоприятно протекает с точки зрения судьбы, когда очень сильно втрюхался, и нет мозгов. Ах, мамочка, на саночках каталась я везде, постречалась с колюшками свою колюшку. Ах, мамочка, зачем? Понимаете, когда постречалась с колюшкой, мама не нужна была. Потом, ах, мамочка, зачем? Понимаете, то есть это означает трудная судьба. Когда мозгов нет, мы влюбляемся, мозгов нет. Потом начинаем думать, уже когда что-то произошло. Это как ребеночек маленький, знаете, маленький ребеночек. Какать хочешь? Вот. А уже обкакался, уже все. Думать можно? Так человек часто в жизни. Мам сначала обкакался, потом я не кайфую, не кайфую. Ко мне после консультации мама подошла со своей дочкой. И дочка мне такая смотрит на меня и говорит, Олег Геннадьевич, я беременна. Я говорю, так это же классно, значит, у вас будет ребенок. она говорит, да я его не люблю. Я говорю, так зачем же ты с ним ложилась? Не знаю. Мама, для чего нужна? Как вы думаете? она нужна для того, чтобы у ребенка был разум. Потому что разум это сила, которая контролируется только извне. Карма, это что такое? Это сила, которая разрушает самоконтроль. Человек входит в ситуацию, он не может уже себя контролировать. А что такое победа над собой? Это когда человек имеет старшего. и он приходит старшему и говорит, у меня что-то в жизни происходит, а что я не понимаю. И старший говорит, стоять спокойно, надо жить вот так, делать вот так. И человек делает правильно. Это называется разумом, разумное существование. Некоторые люди думают, что они сами могут быть старшими для себя и решать вопросы самостоятельно. Это полное безумие. Когда начинает действовать карма, самоконтроль заканчивается, мои хорошие. Когда я сидел у стоматолога и мне должны были вырвать зуб, я согласился, чтобы его вырвали вчера и потом. Я уже согласился. Но если бы мне его вырвали, сегодняшняя лекция была бы до свидания. До свидания. Кю-кю. Я бы мог, конечно, прийти вот так. но это была бы не лекция. Видите, у меня сейчас что-то есть, но не так заметно, да? Вообще не заметно. Ну, слава богу. Но еще три часа назад здесь было нормальненько. Нормальненько. Итак, идея в чем заключается? В том заключается, что молитва, которую я совершил до этого события, дала мне возможность не дергать этот зуб и задать вопрос, а смогу ли я читать этот зуб? Мне сказали, конечно, нет. Я сказал, тогда я, конечно, его не буду дергать. И мне тогда сказали, я тогда, конечно, придется вырезать полчелюсти. Потому что гной уже пошел вот так вдоль нее. Меня даже обличили и сказали, ты врач или не врач вообще? Что ты говоришь? Давай дергать зуб, ставить дренаж, выводить гной. И в этот момент я вспомнил свою молитву и увидел, что я смогу победить эту ситуацию. Это значит, что я должен читать лекцию. Я встал с кресла и пошел. А потом я сделал то, что мне сейчас помогло сделать вот это. У меня уже почти ничего не болит. За один день всего. Это означает победа, понимаете? Победа над судьбой происходит на тонком плане сначала. Для этого нужна сила внутренняя. И эта сила в тот момент, когда я сидел в кресле, у меня ее не было. Но так как судьба уже действовала в правильном русле, она меня вытолкнула из кресла, понимаете? Или ты с помощью молитвы это делаешь, или это делают старшие. Потому что в этот момент я должен был спросить старшего, мне надо так делать или не надо. Это как минимум, понимаете? Потому что решался вопрос в моей деятельности. Срывались как бы лекции. Это очень важно для меня. Играет музыка.